35-й зал русского музея. Портрет Ивана Толстого Кистерепина. Вот сейчас он с портрета смотрит на своих современников Антона Рубинштейна и Владимира Герарда. Но скоро его взгляд будет упираться в дверной проем, который планируют сделать на этом месте. В соседнем зале, где туристы всего мира восхищенно взирают на нелегкий труд волжских бурлаков, тоже будет дверной проем, аккуратно в том месте, где висит знаменитая картина. И все это продолжение истории с реконструкцией Михайловского дворца, которая тянется уже несколько лет. Вот так сегодня бы выглядел Михайловский дворец, если бы был принят проект 2002 года архитектора Филиппова. В 2015-м по нему планировалось накрыть дворы куполом, а внутри сделать перекрытие. Под давлением городозащитников от перекрытий отказались. Но эскизный проект, который существует сейчас, все равно вызывает вопросы. Особенно пробивка дверных проемов внутри Михайловского дворца и новых входов снаружи. В результате мы опять имеем недопустимость с точки зрения сохранения наследия проект. Тем более, что в двух случаях, в 12-м и 16-м залах, нарушаются интерьеры уже самих залов. Вот этой скульптуре Кроноса из 12-го зала, скорее всего, тоже придется найти другое место. Потому что на месте портала, возле которого она стоит, тоже будет дверь. Новодел, хоть и по старинным чертежам. Вот точно такая же. По проекту новая дверь должна выводить на галерею, над двором. Вот так этот световой дворик выглядит сейчас. А проектом там предусмотрено остекление и лифт для людей с ограниченными возможностями. Для лифта придется делать новые проемы в стенах. Впрочем, автор эскизного проекта Рафаэль Даянов уверяет, большинство из них существовало в домузейной планировке дворца, обозначенной на чертежах середины 19-го века. Исторически на многих планах видно, как перекладывались, перезакладывались эти места. Вот здесь вот схемы, они все указаны. Кому это интересно, тот эту тему изучит. Кому интересно поболтать, тот поболтает. Да, каждый квадратный метр в музее с посещаемостью до 11 тысяч человек в день на вес золота. Да, здание необходимо совершенствовать и подстраивать под современные реалии. Остекление внутренних дворов – обычная мировая практика. Обеспечение доступа для инвалидов – необходимость. Но мнение музейных работников тоже стоит учесть. Ирина Шалина, ведущий научный сотрудник музея, первой начала бить во все колокола, привлекая внимание к этой ситуации. Потому что, не сомневается, реконструкция скажется не столько на историческом здании, сколько на самом музее. Чем мы гордимся в Русском музее? У нас совершенно замечательное, просто талантливое расположение залов. Вы можете зайти на первый этаж и обойти весь музей по анфилате. Сначала одну сторону, потом вторую сторону, не выходя ни в какие другие помещения. Если вот этот вот проект примут? Да. То мы лишаемся анфилаты первого этажа навсегда, потому что зал 35, здесь появляется новая дверь по проекту. Вот посетители дошли до 34-го зала вместе с группами и вынуждены пойти обратным путем, сталкиваясь друг с другом. Но больше всего переживаний вызывает переезд десяти структурных подразделений из зоны реконструкции. Администрация Русского музея от комментариев отказалась. Но два с половиной года назад директор Владимир Гусев сделал следующее заявление. Что исключается? Не только глобального перемещения фондов не будет. Но ни один фонд не перемещается никуда. И не только за стены Михайловского дворца, но и за стены своих помещений. Кроме вот этих трех, наверное, все уйдет в фонду. И это уйдет в фонду. Все эти стильные вещи, каждая из них уникальна. Заведующая отделом народного искусства Ирина Яковлевна Богуславская посвятила Русскому музею 65 лет своей жизни. Дольше нее здесь не работает никто. Теперь она думает не о том, где разместить новые экспонаты, а о том, как придется размещать уже выставленные. Один из самых популярных залов, посвященный народному искусству 20 века, по ее словам, придется закрыть для посетителей. Туда переедет часть фондов. Никакого другого помещения нам сейчас не дают, но требуют, чтобы мы это помещение освободили. За счет экспозиции. За счет того, что мы должны сократить свою экспозицию. Фонды научной библиотеки Русского музея. Кругом стеллажи, стеллажи, полки, поставленные так плотно, что протискиваешься между ними с трудом. И все они уставлены книгами по искусству. 195 тысяч единиц хранения. Некоторые из которых совершенно уникальные экземпляры. Начало 19 века с дарственной надписью подарил Александру Григорьевичу Гемидову Акимов. Это переводчик и составитель иконологического лексикона. Нина Михайловна Васильева. Заведующая сектором редкой книги больше 40 лет. Уникальное издание, без которых не подготовить ни одной выставки для нее, как родные дети. И теперь прямо здесь, в этой комнате, где еще сохранились элементы дворцовой обстановки, планом реконструкции предусмотрен туалет. Вместо двух тысяч редчайших книг. Туалет. Вот перед вами два каталога. Оба они из собрания Александра Николаевича Бенуа. С его маргиналиями, с его подчеркушками. Насколько стрессово для библиотеки будет переехать? Смертельно. Смертельно? Смертельно. Фондам явно необходимы новые помещения. Делится заведующая библиотекой Юлия Юркина, которая работает здесь с 1979 года. Но ни одно из предложенных не подошло. Ни сотрудникам, книгам, которым требуются особые условия. Я не знаю, чего мне ждать. Я знаю, что я должна делать. А должна я сохранить эту библиотеку, сохранить эти фонды. Потому что я работаю на вечность. Понимаете? Потому что я уйду, уйдут мои дети и внуки. А это останется для вечности. На переезд, судя по приказу, на который ссылаются музейные работники, времени осталось до 1 декабря. Проверим, насколько реально уложится в этот срок. Отправимся в специализированную мастерскую, чтобы поставить эксперимент. Сколько времени потребуется на упаковку только одной книги? По всем правилам. Для этого используется хлопковая бумага. Она специально создана для данных вид работ. У опытного специалиста ушло 15 минут. А меньше чем за полгода переезд предметов искусства подготовить просто нереально. Это еще одно доказательство того, насколько взвешенно нужно подходить к любым переменам. Даже если они преследуют благие цели. Особенно если это касается одного из красивейших зданий Петербурга. И одного из главнейших музеев страны. Антон Цуман. Пульс города.